Вопреки логике, прогрессу и здоровью, львиная доля горожан и в первую очередь пенсионеры оплачивают услуги ЖКХ через единый расчетно-кассовый центр. У многих плательщиков возник вопрос, почему кассы и РКЦ до сих пор принимают только наличные деньги? Ведь и зарплаты, и пенсии уже повсеместно перечисляются на банковские карты. К тому же в условиях пандемии неоднократно звучали призывы максимально сократить контакты с общеупотребительными предметами, к коим относятся и банкноты. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Виктор Иванович Васильев давно на заслуженном отдыхе. Несмотря на возраст, а ему уже 82 года, он человек активный и идущий в ногу со временем. Активно пользуется интернетом и другими технологическими достижениями. Пенсионер недоумевает, почему в 21 веке за услуги ЖКХ в едином расчетно-кассовом центре невозможно расплатиться картой. В банкомате можно заплатить, но когда берешь эту квитанцию с ЖКХ, там такие коды огромные, не каждый пенсионер может набрать. Даже вот такие случаи за телефон платят, и ошиблись одной цифры, и ушли деньги совсем в другую сторону. Поэтому пенсионеры, ветераны, они никогда банкоматом пользоваться не будут, вы сами знаете. Получил деньги, пошел в банкомат, снял наличные, затем понес их в ЕРКЦ. Так каждый месяц. И это в условиях пандемии, когда Минздрав настоятельно рекомендует свести к минимуму контакт с наличными. Не говоря уже об очередях, они неизбежно образуются в кассах после того, как люди старшего возраста получают пенсию. Платят-то по 7, по 5 тысяч, по 3 тысячи. И вот она пока эти деньги пересчитает, пока сдачи даст, туда-сюда, пока квитанции получит, пока отдаст, значит. Ну, время очень много идет. А здесь не нужно даже и квитанции давать. Коснулся карта я, оплоченный, все пошел. Руководство единого расчетно-кассового центра поясняет, в очередях можно не простаивать, а оплачивать услуги онлайн через сайт организации. Нужно лишь завести личный кабинет. Но не все пенсионеры настолько хорошо владеют компьютером, чтобы отменять регулярные походы в ЕРКЦ. И безналичный расчет пришелся бы весьма кстати. Справедливости ради отметим, платить карты в ЕРКЦ все-таки можно. Но всего в двух отделениях, на Жукова-2 и Карла Маркса-119-3. Нас закон напрямую не обязывает это делать. И эту возможность мы сейчас пробуем, смотрим. В двух центрах это можно сейчас осуществить с помощью банковских карт. Граждане могут там оплатить в наших кассах с помощью банковских карт безналичным путем. Это самые востребованные центры в нашем городе. Там проводим мы сейчас экспериментальные исследования. И по результатам мы будем, планируем развивать это направление. Вот только признают ли эксперимент успешным и когда это произойдет. В ЕРКЦ на этот вопрос ответить затрудняются. Добавим, что согласно законодательству оплачивать услуги ЖКХ безналичным расчетом придется с банковской комиссией. Павел Бресенев, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.